всем привет начинаем наш прямой эфир сейчас проверю как у нас пойдет связь потому что у меня за окном как обычно дождик мне кажется дождик ждет когда я выйду в прямой эфир чтобы чтобы связь была не такая идеально как хотелось бы я надеюсь будет видно слышно и вы со мной сегодня порисуете кто-то порисовать в записи и у всех будет хорошее настроение в том числе и у меня потому что я подготовилась к данному эфиру я надеюсь вы тоже подготовились попили чай и съели что-то вкусное это вот прям обязательно потому что сегодня тема у нас с вами ну очень аппетитная это прекрасные пончики с клубникой сейчас в начале эфира я покажу фотореференс который мы будем использовать вот он так выглядит фотореференс можно найти у меня в stories также в инстаграме если вы полистаете мою ленту если полистаете мою ленту сейчас я найду найдете вот эти круассаны именно в этом посте с этими круассанами есть фотореференс сегодняшнему прямому эфиру поэтому я надеюсь вы все найдете и проблем не будет и так насчет записи сегодняшнего эфира как я понимаю сейчас какие-то новое введение в инстаграме и эфир не сохранится в историях а сразу сохранится в IGTV я не знаю я подготовила шапку конечно посмотрим как пойдет если что я конечно же записываю на видео камеру отдельно данный эфир для того чтобы залить на youtube а там как получится без записи вы не останетесь не переживайте я вижу что люди ко мне подключаются отлично сегодня мы с вами рисуем прекрасную сладкую фото иллюстрацию у нас пончики с шоколадом и клубничка примерно похожий сюжет я уже в ленте с вами поделилась сегодня точнее сейчас кончиков будет больше и клубнички тоже будет больше нам потребуется акварельная бумага у меня акварельная бумага плотность 200 грамм и я вам тоже рекомендую бумагу брать не тоньше когда выбираете бумагу всегда смотрите и плотность меньше 200 грамм это конечно совсем тоненькая бумажка для акварель берем бумагу потолще обзор на этот скетчбук тоже есть у меня в моем профиле там увидите моего сына который сидит с книжкой в данный данным скетчбуком там у меня в этом посте обзор на этот скетчбук можно поподробнее почитать бумага здесь повторюсь плотность 200 грамм 25 процентов хлопок рисуем ним уже давно мне достаточно приятно в нем работать и поэтому я продолжаю обрисовать я вижу что вы подключаетесь отлично помимо бумаги акварельный нам потребуется простой карандаш властик либо клячка также нам потребуется акварель и удобная кисточка у меня удобная кисточка сейчас вот такая вот мягкая синтетика от ван гога номер 6 тонким кончиком пока вот начала ей работать очень мне она нравится стандартный набор акварели баночка с водой палитра салфетка для протирания кистей и белая гелевая ручка чтобы в конце поставить белые блики это так вот мы с вами так с вами пробежались по материалам конечно в ходе работы подробно все расскажу и так я думаю что мы уже можем с вами начать фото референс поставлю себе поближе опять очки не надела ничего не вижу так все я уже готова начинать надеюсь что вы тоже ну что первым делом мы с вами начинаем с разметки разметка и компоновка очень важный и очень нужный этап в создании любой работы потому что как мы скомпонуем так дальше у нас с вами дела и пойдут здесь они компоновки достаточно просто у нас есть прямоугольный прямоугольная емкость скорее всего это какой-то контейнер либо противень либо еще что-либо я здесь вам точно не скажу но что-то прямоугольное и мы с вами по центру листа немножко оставляем промежуток сверху небольшой и снизу обратите внимание что снизу мы чуть-чуть оставляем меньше места чем сверху потому что в плане компоновки всегда гармоничнее смотрится когда именно снизу чуть меньше объема пространство чем сверху потому что все таки есть так банально объяснять то действует сила притяжения не только на нас с вами на предмет вокруг нас но и на композицию на листе всегда чуть чуть вниз наша работа должна тянуться дальше по бокам учитывая мы сейчас ставим все разметку учитывая и бумагу с левой стороны у нас достаточно сильно выглядывает бумага и мы ставим все засечку что за эту линию объем бумаги у нас не будет выходить чтобы не было такого что у вас вот сюда впритык краю листа объемчик вылез с этой стороны с этой стороны опять же примерный объем оставили стараемся ну вот получается с правой стороны мы сделали чуть больше места потому что здесь как бы якобы лицевая сторона нашей работы то есть мы с вами уже не первый эфир рисуем у нас были с вами разные сюжеты и портрет в том числе там про лицевую сторону говорила много раз что чаще всего если это не одушевленный предмет это не лицо то у данных объемчиков выделяет лицевой стороной именно правую часть потому что правая сторона листа она динамичный взгляд человека идет обычно справа налево поэтому справа чуть чуть больше пространство отметить далее мы понимаем что здесь у нас отмечен объем бумаги а объем самого противня самого контейнера меньше то есть условно себе отмечаем что здесь вот у меня идет объем контейнера сверху этот объем остается ну может быть чуть чуть пониже потому что здесь чуть чуть кусочек бумаги будет выглядывать и с этой стороны небольшой отрезочек убираем что здесь этот объем тоже на объем выступа бумаги и снизу поднимаем выше потому что здесь у нас активно будет выходить бумага и смотрите что мы с вами сделали мы скомпоновали основной прямоугольник основной контейнер в котором и будут находиться наши пончики с клубничкой дальше мы видим что у нас объем пончиков здесь идет два пончика снизу и три пончика сверху которые у нас сломаны и разрезаны и виднеется шоколад то есть по объему мы даже визуально видим что больше половины это верхняя часть меньше половины это нижняя часть то есть вот эту нижнюю часть можно смело разделить себе на два объема и сказать что это два нижних пончика сверху делим объем на три равные части примерно что это три верхних пончика далее мы с вами также разметим объем клубники здесь очень просто где заканчивается верхний пончик и начинается второй пончик вот тут у нас как раз идет объемчик клубнички с этой стороны дальше между вот этих двух с этой стороны еще одна клубничка и здесь в нахлёст еще одна клубничка вот так просто мы с вами разметили то есть ничего конкретно не прорисовываем делаем очень схематичную очень упрощенную разметку то есть каждый предмет мы упростили с вами до безобразия так сказать да что пока ничего не понятно тут можно подумать что это лестница либо какие-то очень плохие счеты мы с вами рисуем но уже в данном объеме рождается будущая наша работа то есть когда мы все скомпоновали мы с вами нашли основные объемы мы знаем насколько здесь вот выходить сверху бумага по бокам и снизу как идет объем бумаги мы все себе разметили дальше мы отметили размер каждого пончика и нашли местоположение каждой ягодки и теперь зная это все мы можем начинать отрисовывать здесь смотрите так как это пончики и пончики это не кружки с кружками сложнее в том плане что у кружки есть определенная высота ширина раскрытие эллипса и все равно есть построение и если вы где-то скосите то кружка ваши будут смотреться слишком дизайнерской и немножко кривой да а пончики если вы где-то сделали бог больше бог меньше где-то получит пошире это все будет смотреться хорошо потому что пончики получаются разными где-то объем не где-то не получились из не такие пышные как обычно поэтому тут нет каких-то строгих рамок в которые мы должны пончик вписать вот мы берем с вами верхний объемчик и начинаем отрисовывать пончик мы видим что он идет у нас по диагонали он не прижимается к краю вот примерно здесь видим его объемчик боковой уходит вверх сверху есть небольшая вмятина и вот он заезжает сюда чуть-чуть упирается здесь примерно в клубничку здесь у него бачок снизу объемчик дополнительный то есть я смотрю на фотографию примерно клинер не нужен и примерно отрисовываем именно по фото опираясь на именно фотореференс который мы сегодня используем вот примерный форму он примерную форму нашли снизу у нас раскрытие бачка румяного мы показываем что тут у нас раскрытие румяного бачка внутри раскрытие шоколада тоже идет неровный край в центре он становится шире этот объем по бокам уже сделали дальше точно там же прорисовываем и следующий пончик пончик вот здесь он достаточно сильно упирается в объем к верхнему пончику тут у него бачок упирается в клубничку идет объемчиком вниз здесь достаточно округлый бок и сверху вот этот намек на треугольник чувствуется тоже его отметим далее с правой стороны мы видим раскрытие румяного бачка раскрытие румяного бачка и внутри объем шоколада внутри объем шоколада тоже видим что объем становится шире центре уже по бокам вот у этого пончика объем шоколада уходит прям близко к краю пончика а у этого остаются зазоры то есть такие нюансики нужно увавливать ну и как я и сказала если вдруг у вас где-то получится больше объем где-то меньше где-то больше шоколада где-то меньше шоколада то в этом нет ничего страшного в этом объем чеки сразу вписываем клубнику как в верхней части она упирается в бок пончика здесь ее нижний объем чек остренький уходит как раз между двумя пончиками объемчик идет сюда то есть тут остается зазор тут остается зазор интуитивно опираясь на фото отрисовываем верхний объем округлый добавляем объем листиков тоже можно интуитивно здесь главное чтобы вот они вверх немножко смотрели чтобы было удобно взять пальчиками так примерно разметили центральную светлую часть у клубнички таким треугольничком чтобы потом когда мы будем работать цветом понимать где идет более розовая часть где более светлая идем дальше отрисовываем следующий пончик здесь объемчик у нас вот если этот пончик лежит по данной диагонали этот смотрит уже прямее следующий пончик лежит опять вот по такой диагонали похож на верхний но еще сильнее наклоняется бок здесь мы видим что линии у двух пончиков здесь соприкасаются дальше здесь видим такой достаточно сильный вихор и резко уходит линия вниз отрисовываем бачок бачок линия идет достаточно округлая снизу округлая снизу здесь резко поднимается вверх и мы видим что этот пончик он заканчивается раньше чем данный пончик визуально по объемам рисовываем можно мне добавить эту корочку и не увидела говорю без очков сижу так не увидел здесь еще у нас есть объем корочки бачка который отошел немножко здесь тоже есть просвет поднялось тесто и остался светлый точнее такой осталось такая дырочка ну и внутри отмечаем объем шоколада есть тоже он становится в центру то уши по бокам уже очень интуитивно данный объемчик добавим отрисовываем клубничку клубничка у нас как раз вот прижимается к этому боку и ее кончик нижняя часть прячется под третьим кончиком сверху отрисовываем объемом тут достаточно такая округлая клубника и вот сюда она ушла спрятала нижнюю часть сверху раскрытие зеленого объема то есть вот тут вот верхушка округлая и к ней крепится все листочки тут боковые здесь листочек на клубничку заходит здесь поменьше здесь поднимается тоже да не поднимается есть небольшая веточка очень схематично отметим остается доделать нам а оставшиеся кончики они у нас просто округлые нижний упирается вот в этот объемчик а здесь между ними остается просвет дальше ширина вот примерно идет по краю до этого третьего кончика они дальше и не уходят ни влево ни вправо также визуально примерно это движение тут ли не уходит немножко вверх немножко вверх здесь у нас ну примерно она далеко убила объема заканчивается этот кончик вот примерно здесь же заканчивается граница и данного кончика тут остается просвет темный достаточно так дальше объем клубники смело отрисовываем как здесь ее бачок прикрывает уголочек кончика тут объемчик нижней части сверху дорисовываем округлую форму и здесь идет веточка который заезжает на объем третьего кончика и по бокам есть листья сделали опять треугольником отмечаем светлую часть сверху остается последний у нас получается пятый кончик тоже визуально его объемчик дорисовываем то есть когда у нас найдены с вами примерные размеры рисовать на глаз очень удобно у нас не получается что какие-то пончики где-то маленькие скомпоновались все идет строго по той разметке которую мы сделали изначально дальше отрисовываем бума форма наши нашего контейнера у нас остается и мы сначала в нее встраиваем бумагу а потом в оставшихся местах дорисуем виднейшийся контейнер то есть тут смотрим давайте начнем сверху тут у нас идет объем кончика из-под него в этом месте небольшой кусочек бумажки торчит если смотреть по отношению данной ягодке то тоже вот примерно я сделаю выше чтобы линия не упиралась в край листьев то есть композиционно когда будем простраиваете предметы старайтесь чтобы линии не соприкасались с краями предметов то есть например нашем случае это линия бумаги также это может быть линия горизонта также это может быть нижняя линия предмета то есть с верхушками предметов лучше не чтобы не соприкасалась будут спорить они между собой это могилу подальше боковой рваный край и вот где у нас идет третий почек мы видим что вот сюда за ворота должна идти на убыль данная линия здесь где у нас идет второй пончик объемчик теневой складки вот здесь под клубникой сделали и вот в этом месте у нас идет движение про контейнером и вот эту толщину стенки показывать дальше под клубникой в 10 где идет нижняя часть также выскакивает объем бумажки и она вот то есть если у нас вот эта бумага заканчивается здесь данный краешек ближе к объему контейнера так ну и смотрите здесь здесь где у нас идет нижний полчик вот именно его правая часть мы видим что вот в этом месте достаточно сильный теневой объем должен быть тут вот такая прям загогулина складка вот так здесь должен этот объем закончится примерно здесь уже перед двумя пончиками идет достаточно объемная теневая теневая складка то есть тут темный зазор оставляем здесь идет выходит объем бумаги сюда и вот в этом месте остается объем контейнера него показали уголочек скруглите далее смотрим где у нас идет третий пончик с шоколадом примерно здесь разделяется два объема бумаги то есть один который торчит вверх другой который уходит вниз то есть вот вверх немножко по диагонали вниз ломаный кончик который загибается вот этот объемчик с небольшим рельефом уходит вверх а вот нижний объем который уходит вниз он начинается чуть ближе к краю нашего контейнера примерно здесь посередине и уходит также на расширение вниз и если мы посмотрим то вот здесь идет край нижней бумаги вот в этом месте объем идет вверх и тоже тут такой вот ломаный кончик выходит вверх ближе к двум нижним пончиком идет теневой объем внутренняя складка туда уходящая бумага мы этот край показываем и показываем что сюда уходит складочка здесь идет складочка и тут ближе еще ближе к кончиком снизу тоже идет теневая складочка не тут вот двумя линиями выходит объем сделали и верхний объемчик доделываем то есть там где у нас идет нижний объем верхнего кончика вот примерно отсюда выскакивает объем бумаги и вот здесь но объем должен закончиться здесь у нас есть складочка еще одна складочка перед клубникой здесь тень внутренняя но прямо объем чеком все по складкам остается объем доделать контейнером то есть вот здесь отмечаем его объемчик и дополнительный уголочек мы скругляем вот примерно вот в этом месте посмотрите как не очень хорошо получилось это вот композиционная ошибка которая нужно исключать ведь у меня край пончика и край контейнера они соприкоснулись это смотрится не очень хорошо поэтому данный объемчик я сотру и сам пончик сделаю ниже сам пончик сделаю ниже лишние линии карандаша убираю сам карандашный рисунок конечно я сделал очень ярким для того чтобы вам было хорошо видно делайте карандашный рисунок не таким ярким если сделали таким же ярким потом можно его убрать пастиком главное чтобы акварель просохла но эти моменты я еще конечно же скажу лишние линии построения внутренние я убираю эластикам ну и все можно с вами приступать к акварели приступать к акварели потратили мы на построение 25 минут мы большие молодцы то есть есть нет ничего такого сложного потому что мы рисуем кончики и вообще фуд иллюстрациях да вы рисуете только фуд без какой-то сложной формы вазы и кружки дополнительных каких-то тарелок то достаточно просто создавать фуд иллюстрацию потому что в пончике можно ошибаться и он все равно останется пончиком вот смотреться очень презентабельно в кружке же так не пройдет даже если кружка дизайнерская все равно ее нужно строить так давайте начинать будем заниматься акварелью здесь у нас идут достаточно румяные кончики глянцевый такой блестящий шоколад ну и нежная клубника с красивыми переходами так или фуд иллюстра темперам и кулач ну конечно если вообще скетч это быстрый рисунок и его можно выполнять любыми материалами лишь бы вам нравилось в данном случае можно это все обвести линером и оставить именно обводку линером акварель немножко запечатывает карандаш но в моем случае у меня карандаш мягкий и он достаточно легко удаляется но например вот в этой иллюстрации у меня местами я не стала убирать вообще в этой работе карандаш он вот если присмотреться где то есть но совсем работу не портит потому что это все таки быстрая работа акварельная но в основном большей части карандаш убирается если он мягкий а если он достаточно твердый графит то запечатывает так под моим руководством но сейчас я показываю акварельную технику а не гуашевую поэтому в данный момент мы рисуем акварельную но планирую прямые эфиры по акрилу ваши пастели сухой поэтому все будет когда появится у меня время ладно давайте будем приходить к акварельке я для палитры буду использовать пластмассовую палитру баночка с водой салфетка для протирания кистей у меня универсальная кисточка для всего буду работать именно и и так что мы с вами сделаем мы сделаем с вами основу для так ли за я вообще не поняла ваш вопрос смысле что не запечатана так изначально мы сделаем с вами основу для шоколада здесь я буду использовать марс коричневый марс достаточно приятный теплый коричневый оттенок но вы должны понимать что все таки у шоколада есть такой есть такой интересный оттенок так если использовать акварель луч что все равно не замечает все равно не поняла вопрос как ты переформулируйте вот я развожу марс коричневый сильно-сильно водой немножко капельку добавляю фиолетовый и посмотрите в коричневом получается такой приятный сероватый фиолетоватый оттенок и так именно в плане шоколадности оттенок смотрится интереснее то есть вы берете любой коричневый цвет который у вас есть если нет марс коричневый уберите уморуженную так этим цветом достаточно светлым мы полностью закрываем кара шоколад достаточно светлый можно и простой акварелью главное вы должны понимать что если я говорю там марс коричневый этого значит берете просто коричневый если говорю там лимонная выберете просто желтые самые светлые которые есть если я говорю зеленая травяная выберете самый зеленый цвет который у вас есть в палитре вот и все тут нужно интуитивно стараться цвета подбирать в той акварели которая у вас есть вот сделали далее вот тут на лекарство написали что обычно рисует и получается далее в этот цвет точнее мы добавим основной цвет на наши булочки я беру охру желтую то есть уберете ту охру которая у вас есть наличие у меня охра желтая она достаточно приятного оттенка и в нее я добавляю охру красную если у вас нет охры красной то вы добавляете любой коричневого чуть-чуть и красный то есть если вы смешаете коричневый и красный у вас получится примерно такой же оттенок и вот этого оттенка чуть-чуть в нашу охру добавляем мне охра желтый разводим водичкой чтобы было светло и начинаем закрывать основной объем румяных боков то есть нашем случае у верхних булочек закрываем далее здесь у меня объемчик акварели всегда идем от светлого к темному поэтому мы пока начинаем работу самыми если охра вообще нет берете желтый и чуть-чуть коричневый соответственно чуть-чуть красный должно получиться что-то похоже так и здесь есть есть только контур у нас чувствуется нижних объемов вот смотрите здесь у нас достаточно много белой посыпки то есть сахар если вы сделаете пончики вообще без сахара ничего ну наверно подойдет я же не вижу ее если она вам дает нужный оттенок то попробуйте если сделать вообще без сахарной посыпки вот этой белой то вот тоже смотреться хорошо мы вам делать вот таким образом как в этом случае то есть мы будем оставлять белые белые пятна если у вас есть маскирующая жидкость я вам покажу вот как в этом случае видите я прям точечно нанесла маскирующую жидкость и тогда получается живее и объемнее именно проработка вот этой вот сахарной посыпки но так как я делаю максимально попроще потому что не у всех есть маскирующая жидкость я буду работать объемчиками но я делаю это к тому что если у вас есть маска вы можете именно объем сахара точечками закрыть маскирующей жидкостью а если у вас нет то делайте как я то есть вот тут у нас сверху основное белое пятно основное белое пятно с сахаром добавляем неровный край прям такой рваный край точечками делаем вовнутрь где-то точечками заезжаем да потому что показано что тут сахарком сахарной пудрой посыпали также снизу оставляем местами белые просветы объемы будущего сахара то же самое делаем и с нижним пончиком данный скетчбук я листаю видео обзоре на этот скетчбук если вы зайдете мой профиль там где сидит мой сын видео там я листаю этот скетчбук интересно посмотреть что в нем также оставляем белое пятно для сахара и делаем ему неровный край где-то местами мазочками в этот объем заезжаем да можно будет белым цветом добавить но по ним вы должны понимать что если вы возьмете много белый гуаши и прямо наставить такие большие белые пятна это будет смотреться слишком плотно и вот выбиваться все акварельная работа по чуть-чуть мы потом еще белые точечки расставим белой гелевой ручкой но употреблять белый гуашью в акварели не стоит все таки если не получится оставить такой объем сахара белый ничего страшного просто вашем случае на пончики пожалели сахарной пудры и они от этого вкуснее выглядеть ну так сказать то есть не вкуснее выглядеть не будут нет ничего страшного просто вот постарайтесь оставить не получится ничего страшного просто чуть-чуть потом белые точечки расставите и в вашем случае у повара пудра закончилась. Да, конечно, сохраню эфир. Сделали. Теперь нам нужно наши две ягодки сделать для них основу. Мы верхнюю ягодку полностью закрываем водой. Она должна быть мокрая, но без уш. Я набираю кадмий красный, это достаточно такой у меня сильный красный, такой теплый красный цвет. Этим цветом закрываем нижнюю часть, вот так вот по контуру, закрываем нижнюю часть ягодки и она к центру растекается достаточно красиво. Кисть мою, вытираю и сухой кисточкой вот такими полосочками от центра подсобираю цвет, чтобы он к центру становился светлее, по бокам ярче. Если не получается, то ничего страшного. Нам главное показать, что здесь у нас идет вот эта вот красная часть, это светлая часть. И вот пока светлая часть не высохла, мы этот кадмий красный сильно-сильно разводим водой и таким розовым цветом, вот таким мазочком по центру ставим как третий глаз, так называем. Знаете, как янки волну ставят точку, также мы тут такое розовое пятнышко как третий глаз по центру поставили. То же самое делаем с нижней, с нижней ягодкой. Закрываем ее водой, закрываем водой, опять набираем кадмий красный и по контуру, то есть я не лезу в центр, я работаю именно по контуру, внутреннюю только. То есть не внешней, а внутренней. И у меня акварель как бы сама стремится к центру. Кисть мою сухой кистью от центра полосочки добавляю. Так и развожу розовый цвет сильно-сильно водой и по центру ставлю такую вытянутую линию. Все, это основа для данной клубнички. Эта клубничка у нас полностью такая достаточно красненькая, мы светло таким, давайте розоватым, насыщенным цветом, кадмий красный разводим водичкой, таким цветом закрываем данную клубничку, полностью не заезжая на листочки. Сделали, набирали больше кадмия красного, сделали цвет поярче и сейчас пока наша клубничка не высохла мы показываем, что с правой стороны она ярче, а вот этот вот верхний бачок светлый, под листочками и вот этот бачок оставляем светлым. Остальную клубничку делаем темнее. Почему получается грязный цвет? Грязный цвет получиться не может, если вы берете только красный и только воду, значит дело в кисточке, значит вы ее плохо промыли, где-то вылилось другой оттенок, потому что здесь у нас только вода и только красный цвет, возможно пачкает карандаш, если здесь у вас очень жирный карандаш и очень мягкий, то возможно пачкает карандаш, то есть этот момент посмотрите. Дальше добавим основной цвет на бумагу, она у нас крафтовая, здесь мы берем, давайте возьмем ухру, не будем мудрить, возьмем ухру и в ухру добавим немножко черный, немножко черный и немножко вот остатки красный, у нас как раз получится такой вот цвет для крафтовой бумаги, приятный и этим цветом, то есть видите я добавляю воды побольше, этим цветом полностью закрываем бумагу, не заезжаем на пончики, не заезжаем на листья, клубники оставляем белые пятна, то есть тут конечно нужна удобная кисть, синтетикой работать удобно, потому что она не держит много воды, как белка, например белкой иногда вот нужно чувствовать, как ты набираешь воду, потому что она иногда дает лужи и слишком много воды держит, а синтетикой работать мягко, синтетикой поприятнее в этом плане, то есть у нее тонкий кончик и она позволяет достаточно аккуратно обходить предметы и заливать объемчик пространства. Так, если взять на необитаемый, на необитаемый острый акварель только одного производителя, знаете, я бы взяла Бангог, наверное, вот на данный момент, потому что работаю ей, она более универсальная в плане иллюстраций, в плане скетчей, для меня, то есть все-таки Невская палитра, у меня не все цвета нравятся, есть красивые оттенки, которые я использую постоянно, но если брать всю палитру, то из Невской палитры я использую, ну вот в данной работе сейчас из Невской палитры я использую Марс коричневый и Кадми красный, остальное пока у меня все Ван Гог, вот, и Кадми красный от Ван Гога тоже хороший, и Марс коричневый тоже хороший, но просто у меня здесь, сейчас выдавлено в данной палитре Невская палитра, поэтому я использую их. Какие цвета для бумаги, еще раз повторюсь, это Охра желтая, немножко Сажи газовый черный и Кадми красный, немножко, получается такой вот приятный оттенок, то есть тут нет каких-то ярких белых бликов, мы можем очень аккуратненько весь объем залить. Так, ну и продолжим прорабатывать пончики, вы должны обратить внимание, что если мы смотрим на сам пончик, то вот этот вот бачок, ну вот как раз мне легко показать на данном варианте, вот этот бачок, он более такой румяный, а сама мякоть, она более такая, уходит в более приглушенный охвистый цвет, то есть ближе к крафтовой бумаге, то есть вот тот цвет, который мы использовали для бумаги, мы его сильно-сильно разводим водой, делаем практически прозрачным, то есть очень много воды, и этим цветом мы закрываем объем мякоти. Закрываем объем мякоти. Сделали, делаем цвет чуть-чуть потемнее, и пока мякоть не высохла, мы местами, местами делаем ее темнее, ближе к начинке. Совсем по чуть-чуть добавили мазочков, это все красиво растечется, и будет очень-очень ненавязчивые переходы акварельные. У меня бумага, ну она практически гладкая, я бы не сказала, что она крупнозернистая, она мелкозернистая. Так, пока у нас все пусть подсыхает, мы перейдем к проработке уже конкретно каждого пончика. Вот посмотрите, что мы с вами сделали. Мы с вами сделали акварельный подмалевок, первый слой, определили по цвету, где у нас что, нашли самые светлые цвета, и уже, когда, в общем, картинка нашлась, очень просто будет в ней покопаться и попрорисовывать каждый предмет отдельно. Возвращаемся к марсу коричневому. Вообще, если вы рисуете акварелью, и вам нравится рисовать акварелью, то марс коричневый у вас обязательно должен быть в палитре, как и у мороженого, потому что это два разных цвета, и здесь это нужно учитывать, что у мороженого она более в серый уходит, а марс коричневый уходит в более теплый коричневый. То есть вот, набираем марс коричневый. В марс коричневый я добавляю кадмий красный, потому что в данном случае в шоколаде очень хорошо чувствуется вот эта красная нотка от клубники. Все цвета должны взаимодействовать. Добавляем достаточно воды. И что мы делаем? Мы этим цветом закрываем объем шоколада, оставляя светлые блики в нашем объеме. То есть в верхнем пончике. Если вы присмотрите, практически нет светлых бликов. Есть один ненавязчивый вот здесь вот внизу, такой вытянутый, оставляем. Остальной объем мы можем полностью закрыть этим цветом. И сейчас смотрите, что мы с вами делаем. Мы вглядываемся в фотографию. Видим, что край шоколада, он рваный. То есть мы здесь должны показать, что тесто пористое и где-то в эти поры проникает шоколад. То есть мы делаем край неровный. Особенно вот тут вот сбоку мы видим эти объемы неровные. Снизу немножечко добавили объемчика. Дальше спускаемся вниз. И то же самое делаем со следующим объемом. Здесь уже виднеются более четкие блики. Мы видим, что здесь есть такой диагональный блик. Мы его огибаем. Далее снизу здесь еще виднеется блик. Вытянутый. И здесь сверху тоже пару бликов маленьких виднеется. И сбоку тоже есть один вытянутый. То есть эти блики я сейчас не придумала. Я примерно вот их увидела на фотографии. Сделали. И точно так же добавляем рваные края. То есть если вот здесь у нас достаточно четкий край, снизу линия такая достаточно дребезжащая. И вот тут самый рваный край именно с правой стороны. Переходим ниже и к следующим объемам делаем то же самое. Тут у нас нет таких ярких бликов снова. Только внизу здесь небольшой остается. Остальной объем мы можем смело закрыть. И так же добавляем рваный край. В этом месте сверху что-то виднеется сбоку неровность. Снизу здесь шоколад вылез немножко за пределы. То есть эти нюансики высматриваем на фотографии. Далее вернемся к третьему, не к третьему, а вот ко второму пончику, к шоколаду. То есть если вы посмотрите, шоколад это не совсем такой глянцевый предмет. Это не чайник металлический. У него немножко характер блика другой. Все-таки блик он идет в небольшом градиенте. То есть мы кисть моем, лишнюю воду убираем в салфетку и влажной кисточкой немножко границы блика растушуем. Каждого. Чтобы он стал не таким навязчивым. Видите? Сделали более приглушенный объем. Потому что мы еще будем добавлять насыщенности. И уже в этом финале вот этот блик, когда мы его выделим дополнительными оттенками, он будет смотреться именно так, как нам нужно. Немножко сатиновый блеск, а не прям сильный глянец. Пока у нас шоколад отдыхает, мы переходим к румяным бокам. Здесь, вот смотрите, у меня есть такой цвет от Ван Гога, сиена жженая. Если вы расширяете свою палитру, то вот видите, какой он прекрасный. Сиена жженая. Это очень классный цвет. Я его открыла пару дней назад. Он отлично подходит для румяных боков выпечки и для ржавчины. Если вы рисовали со мной ржавый чайник, мы там использовали красную охру, то сейчас бы я туда еще добавила вот этой вот сиены жженой от Ван Гога и была бы счастлива. Потому что цвет просто потрясающий именно в плане вот данных фотоэллюстрации и ржавых моментов в предметах. Но я понимаю, что сиены не у всех есть. Все-таки красная охра, она более распространенная. Поэтому я буду брать ее в основу данной иллюстрации. То есть я набираю красную охру. Красную охру. Если у вас нет красной охры, помним, что это охра плюс немножко красная и плюс немножко коричневая. Если у вас нет охры, то охра это желтый и коричневый. Так что мешайте, старайтесь, должно получиться что-то похожее. В эту красную охру я добавляю желтую охру, делаю цвет попригушивание, пожелтее. Развожу водичкой, то есть мы никогда не рисуем плотным цветом в акварели. Цвета должны быть на воде, чтобы сквозь них просвечивал нижний слой акварельный или бумага белая. Это важное правило в акварельной технике. Данным цветом мы продолжаем румянить бока, так скажем. То есть здесь мы выделяем контур у наших пончиков. Данный бочок мы можем полностью затемнить этим цветом. Здесь снизу мы делаем бочку темнее, ближе к верхнему краю. Здесь оставляем светлый просвет из оставшегося света, который мы уже изначально нанесли. Ну, следующего объемчика точно так же добавляем небольшой контур неровной линии. Главное не делать его идеальной ровной, потому что это все-таки пончик. Он такой пухленький, немножко рыхленький. Прямо как моя фигура, хотела сказать. Ну, почти-почти. Так, сделали. Отмечаем внешний контур. И тут тоже ближе к краю оставляем белые просветы уже с нижним цветом. Умите, оставили. Дальше у следующего пончика опять находим контур. Немножко неровный, такой дребезжащий линией. Так, и следующие пончики смотрим. Мы видим, что у них есть центральная линия светлая, где соединяются два слоя теста. Верхний и нижний, да. Как тут, буквально начинку вовнутрь. Этот шок нам подсказывает. И мы, получается, его, этот вот центральный шок, оставляем тем цветом, который уже есть. А к нему темним сначала сверху, видите, по дуге. То есть, не прямой линии, а все-таки подчеркиваем, что наш пончик объемный. То есть, нижнюю границу делаем рваной. И здесь можно посильнее подзатемнить верхний объем пончика. Но здесь самое главное, опять же, это белое пространство для посыпки оставить. И рваный край этим цветом отметить. То же самое делаем внизу. Большие линии. То есть, вот мы этот центральный объемчик светлым оставили. Снизу подзатемнили. Опять местами оставляете белые просветы. Тут я делаю намного меньше посыпки, чем на фото. Потому что все вот эти крапинки вырисовывать, это, конечно, без маски, достаточно длительный процесс. Я не хочу заморачиваться. Поэтому здесь у меня кондитер пожалел сахарной пудрой. Кисть моем влажной кисточкой. Лишнюю воду убрали об салфетку. Кисть влажная. Вот, чтобы не было такого резкого перехода, влажной кисточкой переходы смягчаем. Чтобы к центру объемчик становился светлее постепенно. То же самое делаем со следующим пончиком, этим же цветом. Сверху тут достаточно сильный белый объемчик. Мы его не трогаем. Снизу только добавляем рваной линии край. Здесь, опять же, дуга должна чувствоваться. То есть, по объему пончика накладываем мазочки. И снизу его продолжаем темнить. И опять вот этот светлый центральный объемчик влажной кисточкой выделяем, растушевываем, чтобы к нему переходики были плавные. Сразу же, вот у нас получается красная охра. Мы в нее добавляем марс коричневый. Мы делаем поджаристый бок. Нижнюю часть мы видим, как нижняя часть у пончиков достаточно такая загорелая. Мы ее темним. То есть, это у нас охра красная. И немножко марса коричневого. И у этого нижнего пончика тоже нижний объемчик подзатемнили. Кисть моем. Убираем лишнюю воду об салфетку влажной кисточкой. Верхнюю границу растушевываем, чтобы переход вот в этот румяный бок был плавный. Градиент, чтобы чувствовался в данном случае. Нижние пончики пусть у нас отдохнут. Мы переходим к... Давайте сделаем объем нашего противня, чтобы он не высматривался таким белым пятном. И вот эти вот теневые объемы внутренние тоже сразу покажем. Чтобы было понятно, насколько сильно по контрасту нам нужно вытягивать предметы. Немножко запершило в горле. Итак, мы берем... Ну, тут мы не будем мудрить. Возьмем сажу газовую. Она как раз имеет такой холодный подтон с водой. И этим световым цветом, серым, закрываем объем нашего контейнера. Диодом виднеется. Это объемчик. Закрыли. Дальше набираем марс-коричневый. Вот сюда же в этот серый. Марс-коричневый. Немножко кадмия красного. То есть, такой достаточно темный делом цвет. Но, опять же, у нас здесь достаточно воды. И мы не делаем слишком такую густую краску. Так, хорошие мои. Через минуту меня инстаграм отключит. Потому что мы с вами уже рисуем целый час. Поэтому сейчас я эфир завершу. И, так сказать, его сохраню. Ну, как получится. Короче, давайте. Сейчас переподключусь. И, так сказать. 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 Как вам сейчас выглядит в моей ленте. Что есть в IGTV. Что в ленте. Я не знаю. Разберемся, когда эфир закончится. Пока давайте с вами продолжим. Итак. На чем мы остановились? Мы остановились на том, что нам нужно вот эти вот пустые белые пятна. Теневые в нашей бумаге показать. Для этого мы взяли марс коричневый. Сажа газовая. И немножко кармия красного. Воды, конечно же. И этим цветом мы начинаем отмечать складки. Вот эти вот теневые места, которые у нас здесь находятся. Как вы видите. Мы не делаем просто. Мы не делаем сразу теневые пятна черные. Затемнить, зачернить мы всегда успеем. Все-таки в акварели идем от светлого к темному. Ни на сколько нам нужно будет затемнить. Мы будем все смотреть в итоге. Пока делаем основу. И темним этот объемчик. Где у нас идут эти тени. Между бумагой и фончиками мы все показываем. Здесь я сразу добавляю складки. Сразу складки. Здесь объемчики. Показали тоже здесь есть складочка. Ее отмечу. Ну пока хватит. То есть основные моменты разметили. Сейчас мы снова переходим к нашим пончикам. И продолжаем их уточнять. Мы возвращаемся к Марсу коричневому. К Марсу коричневому. В него добавляем кадмий красный. Делаем цвет насыщения. Кадмий красный. И также сюда добавляем чуть-чуть фиолетовый. Фиолетовый добавит темную ноту. Красивую. Именно такую шоколадную. Наш оттенок. И этим цветом мы будем добавлять самые теневые отблески в шоколаде. То есть мы уже, можно сказать, финальные штрихи в шоколаде с вами покажем. То есть здесь мы смотрим, да, что вот здесь, вот в данном объемчике, в данном стыке между булочкой и шоколадом у нас темнее. Также здесь снизу стык потемнее между шоколадом и булочкой. То есть по контуру местами мы видим более темные объемчики. Ну и на самом шоколаде, вот в правой части, у нас есть какая-то такая теневая полосочка. Вот здесь, кстати, насчет освещения. Освещение очень рассеянное, но все равно все-таки больше света чувствуется слева, справа темнее. То есть мы вот немножко с этого угла будем рассеивать свет и справа снизу делать темнее. Дальше. Продолжаем. К нижнему спускаемся. Вот здесь достаточно много этих теневых бликов. Вот здесь вот сверху объемчик, дугой, ближе к клубничке. Отметили. Снизу здесь опять же, так же где у нас стык между шоколадом и булочкой. Так, здесь, ближе к краю правому отмечаем. Так, здесь немножко добавили теневых бликов по правой стороне. Вот тут вот достаточно активная складка теневая. И снизу по контуру сделали. Теперь идем дальше. Точно так же сверху добавили теней под булочкой. Уточнили рваный край. Тут достаточно такая длинная теневая складка идет по центру примерно, ближе к краям. И снизу немножко добавили. Вот этот нужный блеск на шоколаде у нас с вами появился. Далее в этот же цвет, сюда же, в этот же красивый наш оттенок шоколада, мы добавляем охру. Охру и снова кадмий красный. У нас получается красивый такой цвет, как раз для румянца на булочке. То есть опять мы уточняем контур. Вот по верхней, тут сбоку, снизу. Вот так же вот тут вот по всему контуру местами уточним. И снизу туда булочку затемним. Дальше идем. Здесь она достаточно светлая, но ближе к бумаге сюда чуть-чуть темнее становится. Тоже ее затемним. И снизу контуру булочки уточним. Далее следующая булочка вот имеет с левой стороны такой четкий бочочек. И снизу контур этим цветом уточним. И сверху немножко и так же этим цветом мы сразу покажем вот этот вот, так сказать, объем пузырька, да, где был воздух, если у нас интересно. У меня кадмий красный, насколько я помню, средний. Не светлый и не темный. Средний. Так, этим же цветом мы продолжаем темнить булочку снизу. То есть у нас снизу самые румяные бока. То есть мы смело выделяем по контуру булочку. Показываем, что в духовке ее подержали прилично. Рваный край. И у нижней булочки точно так же темним объемчик. То есть видите, мы с вами постепенно, планомерно, местами цвет насыщеннее делаем. Идем от светлого к темному. Кисточку вымыли лишнюю воду, убрали об салфетку. И край перехода, конечно же, важной кисточкой растушевали. Чтобы не было резкого перехода в румяный бок. Все должно быть плавно и постепенно. Так, цвет развели водичкой. И этим оттеночком у нас идет вот этот светлый шов. Над этим светлым швом где-то вот есть такие теневые складочки. Как бы отделяем верхнюю часть от этого светлого шва. Нет, на шоколаде ничего размывать не надо. Так, и у нижней булочки точно так же. Тоже. А у верхней части вот эту границу немножко затемнили перед этой светлой полосой. Так, дальше мы берем с вами марс коричневый. Сильно разводим его водой. И нам нужно сейчас с вами расставить точечки, поры в тесте. Нам нужно показать, что это именно тесто. Характерная черта теста мы видим это поры. И мы небольшими точками, местами. То есть не нужно весь объем закрывать точками. То есть у нас здесь не гиперреализм. Не должны каждую точку, каждую пору воздушную, которую мы видим в тесте повторять. Нам нужно показать, намекнуть, что это тесто. Что тут есть вот такие вот объемчики. Этого достаточно для того, чтобы все-таки показать, что это тесто, а не какой-то пластмассовый объем. И добавляем. Где-то больше, где-то меньше. Делаем. Комки у нижней точно так же. Пока оставим наши булочки, займемся клубникой. Смотрите, сейчас, если, например, у вас есть какие-то розовые оттенки, такие как опера, либо розовые от Невской палитры, красивые оттенки, вы можете вот эту розовую ноту вписывать в центр, ближе к центру нашей клубники. Я возьму цвет попроще, который чаще всего встречается у всех в палитре. Это краплак. У меня краплак средний. Вот такой. Я его развожу водичкой сильно, делаю розовую водичку. И этим цветом выделяю центральную часть у клубники. Вот этот вот характерный рисунок клубники. Вы его видите на фотографии, да, что вот здесь такая сердцевинка розовая. С центральным, более светлым просветом. Мы уже с вами ее поставили по сырой бумаге. Она немножко растеклась, но основу нам оставила. И здесь также показали. Далее набираем больше краплака. Делаем цвет насыщенный. И этим цветом продолжаем подрабатывать текстуру клубники. То есть нам нужно с вами выделить ее контур. Более темный. И вот это вот движение, небольшое движение проживок от центра. Как веером они идут, веером раскрываются, отметить. То есть опять же у нас нет задачи повторить то, что на фотографии, если заниматься гиперреализмом, то за, вот мы уже с вами рисуем, час 11 минут, то за это время мы, наверное, только какой-то маленький кусочек пончика прорисовали. Здесь же все-таки у нас этюд, быстрый скетч акварельный. Поэтому мы с вами ловим характер, показываем движение. То есть видим, что здесь веером раскрывается движение данных полосок. Уходят они к четкому контуру, то есть контур у клубнички. Показываем и делаем где-то линию тоньше, где-то тоньше. И вот у нас уже характер у клубнички нашелся. У верхней точно так же делаем. Выделяем контур. Делаем контур. И также веером к центру добавляем движение мазочка. Дальше этим же цветом мы переходим к данной боковой клубнике. Здесь у нас что? Здесь у нас есть косточки. Косточки издалека смотрятся как темные точки. То есть именно в светлой части мы эти темные точки показываем. И вокруг этих темных точек есть еще дополнительные теневые объемчики. И вот они переходят в то, что сама клубника становится еще темнее. Но вот эти темные точечки остаются, как намек на косточки. И также этим цветом мы добавляем тень под листьями клубники. Вот в этом месте тоже обвели. У меня акварель сборная солянка. Здесь у меня Невская палитра и Ван Гог в основном. Я именно у меня сейчас работаю. Так, пусть у нас клубника сохнет. Мы набираем цвет для листьев клубнички. Здесь я буду использовать лимонную. И в нее добавим немножко зеленый травяной. Ну, самый обычный зеленый. То есть нам нужен такой желто-салатовый цвет красивый. Водичкой развели. И этим цветом смело закрываем весь объем листьев. И весь объем листьев. Он такой должен быть желтенький, золотистый. Сделали. Добавляем больше зеленый травяной. Делаем цвет насыщеннее. Ну, и, конечно же, на наших листьях мы должны показать, что к центру, вот к центру сюда, они становятся темнее. И на них остаются вот эти светлые прожилки предыдущего оттенка. То есть края у листьев делаем, оставляем светлыми. А к центру темним. И добавляем намеки на прожилки. Здесь мы просто к основанию затемним. И здесь тоже к основанию затемним. И намек на прожилки оставим. Пусть пока клубнички у нас отдохнут. Мы перейдем к нашим объемчикам. Усилим тени. Наберем сажу ганглами. Достаточно много. С коричневым. С марсом коричневым. То есть мы не будем использовать открытый черный цвет. Добавили водички. И затемним самые темные участки. Вот здесь вот, где у нас идет объем противня. Вот этого контейнера. Мы его показываем. Вот в этой верхней части. Вот здесь заехала немножко. Ну, не страшно. Спасибо большое. Я рада, что вам нравится. Кисть моем. И смотрите, с сухой кисточкой я вот тут вот подправлю то, что где заехала. Кисть моем. Цвет разводим водичкой посильнее. И чтобы не было такого резкого перехода от тени к верхнему бортику нашего контейнера, мы должны вот эту границу перехода немножко подрастушевать, чтобы переход был мягче. Вот таким образом. С сухой кисточкой, если нужно, лишнюю воду подсобрали. Далее мы углубим тени в бумаге. Вот у нас остался этот темный цвет. То есть у нас тут сажа газовая, марс коричневый. Мы добавляем больше марса коричневого. Большое спасибо, девчонки. Очень приятно читать чат. Больше марса коричневого. Черный у меня совсем не видно. То есть у нас сажа газовая, марс коричневый, марса коричневого больше. И добавляем еще кармин красный. Вот такой темный цвет у нас получается. Воду, конечно же. И усиливаем тени внутри бумаги. То есть ваша задача сейчас не закрыть полностью тот же объем, который мы уже с вами таким темно-коричневым закрыли. Наша задача углубить тень. То есть показать, что там где дальше, там темнее. То есть мы не полностью закрываем, а там в глубине, ближе к пончикам, где-то складочки выделяем. Показываем эту тень. Видите? Туда-туда в глубину. Да, почти черный, но все равно цвет такой с коричнево-красноватым подтоном. Чисто черным мне не нравится добавлять пятна чисто черным цветом. Ну, исключение есть, когда мы черный сильно разводим водой, а прям таким густым чисто черным цветом я не люблю делать. Пятна в акварели. Это смотрится слишком плоско. Вот, да, правильно если выразить. Это смотрится плоско. Потому что черный цвет, этот цвет достаточно глухой. Убили внутри тень. Вот здесь, где у нас идет между двух пончиков, вот там объемчик полностью теневой. Мы можем его, не задумываясь, закрыть данным пятном. Здесь также ближе к пончику затемним, но все равно ближе к верхнему краю оставляем предыдущий оттенок. Да, вы правы, забыла смягчить, но спасибо, вернусь. Так, здесь ближе к пончику затемним. Тут вот складочку выделили. И здесь достаточно сильная складка в глубине. Мы ее показали. И сюда тоже в глубине складочку затемнили. Так, и в верхней части. В верхней части точно так же. Вот где у нас идет клубника, пончик. Вот тут мы можем полностью пятно закрыть. Сделать темнее. А вот ближе к этой границе мы местами оставляем вот этот вот коричневый предыдущий оттенок. Складочку показали. Так, и здесь у нас получается пончик клубника. Данный объемчик можно полностью закрыть. Так, и здесь вот еще я не закрыла, но пропустила. Тоже она полностью теневая между двух пончиков. И здесь у нас идет достаточно сильная складка. Я вообще ее забыла выделить предыдущим цветом. Поэтому сделаю этим. Покажем. И сюда ближе к хвостику. То есть хвостик выделяем. Тоже складочку. Покажем. Затемнем подклубникой. Заодно выделим ее контур зелени. Так. Давайте я как сделаю. Я этот цвет. Вот тут немножко добавлю черный ряд в этот цвет. И разведу водой. И смягчу вот такие. Я получилась лужа. Чистой кисточкой сухой. Собираю. И растушевываю границу. И наоборот. Этот цвет сильно вот развожу водой. Остатки. Вот здесь вот переход от тени. Тоже мягче сделаю. Чисть мою, отжимаю. И лишнюю воду собираю. И здесь также переходик растушевываю. Чтобы плавненько было. И этим цветом темним объем подклубникой. Потому что тут тоже подклубникой должна чувствоваться тень. И здесь ближе к пончику. Влажной кисточкой переходик размыли. И можно вернуться к цвету. И подклубникой сильнее затемнить. Вот что у нас в итоге получается. Этим цветом разбавленный водой. Сейчас мы добавим мелкие мятости на бумагу. Нам нужно показать, что бумага мятая. Мы показываем, что вот этот объем. Он светлее, он выше. Нижний объем, он темнее, ниже. Показали. Здесь вот у нас идет такая складочка. Мы ее достаточно четко прорисовываем. Вот тут обратите внимание. Бумага, она мятая. Она имеет достаточно остренькие уголки. Поэтому можно здесь прям такие четкие мазочки, которые отмечают мятость. Оставлять кончик затемнить. Здесь вот этот объемчик полностью затемнить. Показать, что эта складочка выше выходит вперед. Здесь тоже усилить объем складок. Здесь также под клубникой подзатемнить. Ломанность вот эту добавляем. Показано, что это именно бумага, не ткань мягкая. Именно такая жесткая, немножко умятая бумага. Ближе сюда клубники. Показываем складку. Здесь тоже можно вот этот объем смело затемнить. Показать складки. Здесь тоже должна быть складка. Здесь от клубники небольшая тень на бумагу. И в этом месте тоже выделяем складку. Здесь также темним немножко. Немножко выделили складку. И нам нужно показать, что вот этот кончик светлый. Мы с вами его оставляем, а под ним бумажку под затемненье. И здесь нам все-таки нужно показать, что верхняя часть бумаги должна быть светлее, нижняя темнее. Поэтому возвращаемся и здесь складочку усиливаем. И можно набирать этот цвет и возвращаться. Вот тут ближе к клубнике я затемню. Здесь, например, где у нас под клубникой, тоже затемнем. И здесь, где у нас идет пончик, вот эту складку можно сделать темнее, выделить. В верхней части сюда тоже затемнем. Усиливаем. Вот этот объемчик тоже можно сделать темнее. Ближе к клубнике тоже сделать темнее. То есть углубили складки, показали самые темные. И здесь ближе к пончику тоже центральную часть вот тут складочки затемнили. И за счет этого получается достаточно живая бумага. Сейчас нам нужно уже с вами заканчивать данный скетч. И пока все подсыхает внутри, сделаем фон. Смотрите, фон можно сделать более серый, как на фотографии. Мне нравится цирулиум от Невской палитры. Вот он у меня. Он достаточно интересно дает грануляцию именно для фона. И красивый оттенок голубой. Мне нравится. То есть я сделаю основу из него. Мне кажется, он будет смотреться в данном скетче очень уместно. Поэтому я набираю его. Вы берите тот цвет, который вам приятнее. Вы можете взять голубую ФЦ, в нее добавить немножко сажи газовой. И создать такой серо-голубой фон. Вы можете взять только голубую ФЦ, сделать чисто голубой фон. Посмотрите, как вам больше нравится. Я вот цирулиум развожу с водой. И добавляю его. Ну а если вы хотите расширить акварельную палитру и думаете, какие цвета закупить, то вот этот цирулиум от Невской палитры именно для фона, а не для того, чтобы вмешивать в оттенки. Если вам нравится вот такой эффект фона в ваших скетчах, вы можете этот цвет приобрести. Но сразу скажу, что как он ведет себя с другими цветами, мне совершенно не нравится. Если вам нужен ровный фон без грануляции, это будет смотреться, никогда не получится этим цветом. Поэтому только вот для таких фонов, где будет грануляция, можно его добавлять. Если вам нравится, то присмотритесь. Изумрудная. Изумрудная будет смотреться хорошо. Вот смотрите, голубой фон вытягивает рыжую ноту в булочках. То есть голубой и оранжевый, синий и оранжевый, а синий и красный, они находятся друг напротив друга в цветовом круге. Они комплиментарные. Они друг друга положительно хорошо, так сказать, показывают. Если мы берем зеленый, то есть получается вот голубой, синий, оранжевый, то есть получается голубой, желтый, синий, оранжевый, вот это комплиментарные цвета. То есть в нашем случае голубой, он хорошо подчеркивает эту желтизну, вот эту рыжую рыжесть в наших булочках. Если вы делаете зеленый фон, зеленый вытаскивает красноту. То есть ваши булочки будут смотреться краснее и акцент будет больше на клубнике. Тоже будут смотреться хорошо. Если хочется, попробуйте. Вообще нужно запомнить, что вот у нас получается цветовое сочетание. Это голубой, желтый, синий, оранжевый, зеленый, красный. Также они считаются комплиментарными и хорошо друг с другом смотрятся. Границы я размываю водичкой. Да, я вот согласна, что этот цирулиум хорошо смотрится вот в выпечке, вот на фоне, прям вообще красота. Мне очень нравится, как он ее подчеркивает. Дальше, конечно же, нам нужно показать цвет. Точнее, вот я уже заговариваться начала, нам нужно показать тень. То есть я набираю сажу газовую и вот этот вот цирулиум. И серым цветом добавляю легкую тень. По сырому фону, еще он у меня не высох. Легкую тень вот тут вот справа. Справа и снизу. Она не должна быть слишком явной, эта тень, потому что у нас здесь рассеянный свет. Если вы посмотрите на фотографию, вы увидите, что нет таких прям четких краев теневых. Тень достаточно мягкая. Но мы помним, что тень к предмету становится темнее, поэтому мы повторно возвращаемся к этому цвету цирулиум с черной, то есть такой серо-голубой. И немножко ближе к контуру, вот тут вот у уголка самого основного теневого, делаем тень насыщения. Так, как будто с гелий, ну я немножко не поняла, но скорее всего он у вас просто рассвоился. Это, ну, немножко срок годности, значит, вышел. Проверьте срок годности, потому что у акварели есть срок годности. У Невской палитры, насколько я знаю, срок годности полтора года. Поэтому, если вы не рисуете акварели часто, не берите тубы, берите кюветы. Кюветы это вот такие вот штучки. Они, так сказать, лучше хранятся в плане эксплуатации, потому что здесь краска запеченная. Ее в печке пекут, накладывают, накладывают и пекут в печке, чтобы вот в кюветке она хранилась дольше. А все-таки тубы, там немножко другая технология, и они не так хорошо хранятся, как кюветы. Если вы не часто рисуете акварели, лучше берите кюветы, тогда таких проблем не будет, что у вас будет расслаиваться акварель. Ну, смотрите, нам нужно заканчивать наш этюд. Мы с вами уже рисуем полтора часа. Он у нас уже практически готов. Нам нужно усилить цвет на наших ягодках. Убрать бы карандаш простой. Ну, вот у меня центральная часть высохла. Я клячкой пройдусь. Но, смотрите, фон у меня не высох, поэтому вот контур карандаша я трогать не буду. Вы должны понимать, что если вы по сырой бумаге сейчас ластиком пройдетесь, вы слой бумаги уберете. Вместе с краской. Поэтому здесь, именно там, где высохла, я прохожусь клячкой. Клячка, она именно для этого и создана. Для сухих материалов, для графических материалов, она их собирает как абсорбент. Светлана, я уже ответила на ваш вопрос. Скорее всего, срок годности вышел, и краска расслоилась. Так, вот я внутри прохожусь и убираю простой карандаш. Без карандаша как хорошо становится. Четкие линии уходят. Конечно, например, в линейном скетче, когда мы используем лимфер, то хорошо смотрятся четкие линии, но эти четкие линии должны передавать характер предмета. гинематики. Сегодня у нас эфир не про это, а только про акварель. Все, я внутри убрала карандаш. Потом у меня, когда высохнет фон, я пройдусь и по фону, уберу простой карандаш. Но пока нам с вами нужно закончить клубнику и немножко закончить еще шоколад. Самые-самые темные стыки. Вот тут еще нужно добавить. Мы набираем карандаш красный. И вот смотрите, мне хочется... Почему линером не пользуюсь? Ну, я пользуюсь иногда. Просто это немножко разные техники. Мне сейчас хочется делать такие акварельные скетчи, более воздушные, без четких линий. Можно использовать и линер, но там другие нюансы нужно учитывать. У нас по линеру был прямой эфир. Несколько раз мы рисовали. Если вы недавно в моем профиле, поищите и на YouTube-канал зайдите. Там очень много уроков с линером. Вот мне хочется этот бачок у клубники сделать более красным. Дальше набираю кадмий, точнее краплак. Добавляю сюда краплак. И к низу делаю ее темнее. Более такой холодный с краплаком. И смотрите, опять же выделяем вот эти вот на светлой стороне косточки данным цветом. И вот рваный переход в тень вниз. С этой стороны у нас косточек не видно, потому что там у нас тень. Этим же цветом, более темным, мы выделяем контур у разрезанных кубничек. Делайте контур тоже не идеально ровным, потому что там есть какой-то намек на косточки. Так, сделали. В центр мы не лезем, потому что все-таки у клубники самый насыщенный цвет в нашем случае по контуру, а внутри она посветлее. И эту клубничку тоже по контуру отбери. Немножко делайте линию дребезжащей. Сделали. Цвет добавляем фиолетовый. И этим цветом на теневой стороне, вот на этой клубничке, на этой вот стороне клубнички теневой местами мы добавляем намек на косточки. Потому что в тени они тоже должны присутствовать, если мы их на свету добавили. Так, если вы уже сделали штрихи линиером, что делать в этом случае? Надо дорисовывать до конца, обводить каждый предмет, прорисовывать все косточки, тут вот силуэты, складочки. То есть прорабатывать все линиером до конца. Конечно, сохраню эфир. Так, продолжаем. Сейчас нужно усилить стыки в листьях. Добавляем на палитру зеленую травяную. В нее можно чуть-чуть охры. Охра приглушит зеленый, сделает его более таким оливковым. Этим цветом усиливаем стыки. Вот, то есть тут у нас основание веточки мы выделяем. Складочки между листьев. Какие-то дополнительные прожилки сделаем. И у остальных объемов тоже выделяем небольшой силуэт, веточки. Нижнюю часть листьев делаем темнее. И здесь также прожилки. У основания темнее. Веточку выделяем. Делаем объем. Так, дальше. Ну, в нашем случае мы возвращаемся к Марсу коричневому. Марс коричневый. В него добавляем фиолетовый. Получается достаточно темный, красивый цвет. Марс коричневый. Я рисую Невской палитрой и Ван Гогом. Сейчас у меня Марс коричневый и фиолетовый от Невской палитры. Вот у меня получается такой темный цвет. Мы его используем для самых темных стыков. В шоколаде. То есть, смотрите, вот здесь. Тут у меня уже достаточный теневой блик. Вот по верхней кромке. Немножко усилю здесь сбоку. У данного объема тоже, вот тут вот, где складка и край левый. Уже местами усилю теневые стыки в шоколаде. Дальше смотрим на третий кончик и боковой край шоколадный. Темнее здесь и здесь и снизу немножко стык усилили. Цвет разводим водой. И нужно местами поры в тесте сделать темнее. Только местами. То есть, мы показываем, что где-то здесь, например, темнее. Здесь. Копировать точно каждую не нужно, повторяя. Мы просто местами усиливаем объемчик. Местами поры сделали потемнее точечками. Вот этот вот объем, она достаточно высокий. Такая большая самая пустота воздушная. Ее в губине данным цветом темнее. Продолжаем ставить коры большими точечками. Этим же цветом. Вот тут вот нижнюю границу пончика затемним. И у нижнего пончика тоже снизу прям полосочкой затемним контур. Выделим их объемчик. Далее мы берем фиолетовую с водой. Немножко коричневую. То есть, вот больше фиолетового должно быть в данном замесе. Очень много воды. И вот смотрите, что мы делаем. У нас вот идет объем пончика. Здесь вот этот пончик нависает над нижним пончиком. Понятно, что от него должна падать тень на сахар, который мы оставили белым пятном. Поэтому этим фиолетовым я основание тут сахара темню. И вот тут у верхнего пончика тоже сахар сверху затемним. Цвет делаем темнее. Вот у нас коричневый, фиолетовый. Побольше его набираем. И здесь верхний объем сахара сильнее затемним. Кисть моем влажной кисточкой. Можно немножко границу перехода подразмыть, если получилось четким пятном. Так, этим же цветом с водой. Тут у нас марс коричневый, фиолетовый, побольше воды. Вот тут получается между этих двух складок я нижний объем затемню сильнее. И здесь, например, складку еще раз углублю. То есть я сейчас пройдусь по складкам, которым складкам не хватает глубины. Вот здесь вот этот уголочек, сюда под клубничку. Я этим складкам добавлю еще тонов. Этот объем более теневой покажу. И я тут тоже объем. Здесь снизу. Ну, так намного лучше. Сахар? Нет. Я просто оставила белый просвет на бумаге. Я без маски работаю, потому что не у всех она есть. Так, продолжаем. Тут вот я местами сейчас... Где у меня сухо, я пройдусь местами клячкой. Подуберу простой карандаш. Опять же, если у вас не высохла акварель, не торопитесь. Ждите полного высыхания. Потому что если по сырой бумаге пройтись, то все. Она соберет и верхний слой бумаги. Та же клячка. Идем. Так, мне сейчас хочется еще тесто немножко затонировать. Точнее, вот внутренняя мякоть. Возьму охру. Чуть-чуть охры больше воды. Прямо такая светлая-светлая охра с водой. И местами я подзолочу, так сказать, объем теста. Только кусочками. Чтобы масса была немножко неоднородная. Где-то посочнее по цвету, где-то более белесая. Так, мне кажется, смотрится интереснее. Все. Берем белую гелевую ручку. Расставляем последние блики. То есть здесь вот я выделю немножко контур у листьев клубники. Можно намекнуть какие-то косточки. Так, здесь тоже контур у листьев. Может быть вот этот вот верхний бок. По нему пустить блик. Здесь тоже. Если хочется, можно небольшие блики и в шоколад добавить. Совсем чуть-чуть. То есть тут у шоколада, конечно же, блики такие сатиновые. Не должны быть слишком яркими. Феном, конечно, можно сушить феном. Я просто не использую фен, потому что, чтобы вы мне не оглохли. Потому что если я фен принесу, то тут вот, конечно, очень здорово. Итак, где у нас идет сахарная посыпка? По ее краю мы местами, точечками, белой ручкой добавляем иллюзию сахара. Рассыпанную. Если вы возьмете белую гуашь и побрызгаете, то вы должны понимать, что она забрызгает у вас все вокруг. Но если вы вот так вот обложите салфеточкой, нужное вам место оставите только открытым и побрызгаете белую гуашь, и будет смотреться очень живо. Но главное не переборщить. Снизу коробочку не доделала, нет, все, все доделала. Ее здесь практически не видно. Вот она здесь такая, пятно темным. Так, и следующий объем сахарный тоже. Тут вот снизу можно точечками добавить, что тут сахарка попала. Опять, я не хочу сделать слишком много сахара, все-таки. То есть румяные бока, понтичка, остаются румяными боками, а не белыми пятнами. Так, здесь еще попадает посыпка на бумагу. Если вам хочется, вы можете прям и по бумаге пройтись, местами вот добавить этой сахарной посыпки. По бумаге по чуть-чуть. Вот здесь нет, вот тут. Здесь по краю. Совсем по чуть-чуть добавить. Вот, смотреться интересно. Все. Работу подписываем, большие молодцы. Мы с вами рисовали час сорок. Час сорок, и наш этюд готов. Я оставлю свою подпись. Вы обязательно поставьте свою подпись. Сломала карандаш. Дату создания. Я оставлю год, потому что рисую каждый день. Очень часто. Мне достаточно года. Вы можете поставить более точную дату, для того, чтобы потом проследить свой прогресс. Если есть вопросы, обязательно спрашивайте. Сейчас пока конец нашего рисовального этапа. Вы можете мне задавать вопросы. Если нет вопросов, то будем отключаться. Насчет записи эфира. Я не знаю сейчас еще точно, как сохраняется он в инстаграме. Но на ютубе я сняла. Не переживайте. На ютубе будет полноценная запись. А как тут в инстаграме сейчас будет. Он не будет сейчас висеть у меня в сторис. Скорее всего, он будет сейчас в IGTV. Но завтра я когда смонтирую, выложу на ютубе. И на ютубе, конечно же, полностью данный урок будет. Обязательно заглядывайте и рисуйте. Ну и вообще на ютубе там уже все эфиры у нас сохранились. Сегодня уже пятый эфир, который я провожу в этом месяце. Поэтому, если вы еще со мной не рисовали, то нужно обязательно начать. Все-таки столько уже интересных тем мы создали. Основные цвета палитры от Ван Гога. Давайте я вам покажу мою палитру и пробегусь по цветам. Что у меня здесь есть? Эти все цвета я использую. Так, это лимонная, невская. Кадми желтый, средний, невская. Охра желтая, светлая, от Ван Гога. Сепия желтая, от Ван Гога. Кадми красный, средний, от невской. Розовая, какая-то розовая, от невской. Фиолетовая, средний, от невской. Это у меня получается кобальт синий, от... Нет, это ультрамарин от невской. Это, получается, у меня голубая, какая-то небесно-голубая, от невской. Это голубая ФЦ от невской. Это тут у меня остатки цирулиума от невской. Это у меня цирулиум от Миджелла. Это у меня опера розовая, от Малевич. Это опера, от Шминке. Так, это у меня марс коричневая, от невской. Это у меня белила цинковая, от Ван Гога. Это у меня индиго, от невской. Это сепия жжёная, от Малевич. Это у меня серая, тёмная, от Ван Гога. Это у меня охра красная, от Малевич. Это у меня, получается, охра красная, кажется, от Малевич. Это от Невской охра красная. Кадмика красный светлый от Невской. Это у меня золотистая охра от Невской. Дальше пошли. Так, это я не помню. Сейчас надо размыть и посмотреть, что это за цвет. Что-то у меня тут лежит такой неприметливый. Так, это какой-то си... А, это серая пейна от Невской. Очень красивый, кстати, цвет. Здесь у меня умбражённая, от Невской. Это Кадмии средний от Ван Гога. Это сиена натуральная от Ван Гога. Это зелёная травяная Невская. Изумрудная Невская. Это у меня павлиновый изумрудный от Пинакс. Неожиданно, да, такой? Пинакс вылез. Это у меня зелёная, какая-то светлая, не помню, от Ван Гога. Здесь у меня снова умбражённая от Невской. Не знаю почему. Это сажегазовая. Вроде по всем цветам прошлась. Это моя палитра. Я всеми цветами пользуюсь и мне хватает. То есть, прям вот мне нравится. Не знаю, кому пригодилось перечисление моей палитры, рада. Но палитра, конечно же, строится индивидуально. Кому-то нравятся определённые оттенки, кому-то другие оттенки. То есть, в основном, конечно же, у всех палитры разные. Просто рисуйте, пробуйте. К основным цветам дополнительные оттенки всегда нарастут. Если достаточно много рисовать. Всё, больше вопросов нет, я вижу. Всем большое спасибо за участие. Буду рада увидеть ваши результаты, что получилось в итоге сегодняшнего эфира вместе со мной. Всё, будем прощаться и общаться уже у меня в ленте. Всем большое спасибо. Пока-пока.